Имеющий в уши, да услышит. Вот даже юристы не самые умные люди. Но если человек не юрист, он поймет, что доказательств сегодня никаких прокурор не предъявил суду. А вот если спросить юриста, того же прокурора, он скажет, ну как же, я долго предъявляла доказательство. О чем это говорит? Что она не понимает, что такое доказательство. Как должностная инструкция старшего пекаря может доказывать субъективную сторону преступления? Или правила поведения при пожаре. Да даже и объективную сторону преступления. Так что все ясно и так. Полный непрофессионализм прокурорской власти и судебной власти. Прокурор нарушает этику. Называет, что мое поведение клоунское. Замечание делают мне. Никто не обещал, что к 23-му году справедливое правосудие у нас в стране останется. Осталось вот это. Но наша задача, несмотря на такое плачевное состояние правосудия, бороться за тех людей, чьи поступки, если они не являются преступными, должны быть поощряемы обществом. Много воды утекло за этот почти год, который прошел. Очень много извинилось, если вы хотите услышать от высоких мужей, политологов, журналистов, как они оценивают эти события. Они оценивают их как войну полномасштабную. Сами высшие должностные лица говорят, как развернувшиеся системные войны всех государств Европы против России. Тогда просто поторопились, понимаете? Хотели услужить, хотели всех наказать, всех, кого и тебя накажем, и тебя с носом тоже накажем, чтобы другим неповадно было. За что? Чтобы с носом не ходило вот с таким полиэтиленовым в суде. Это понятно. Понимаешь, да? Вот так. Сегодня мы были вынуждены даже заявить возражение против действия председательствующего, потому что действительно никакого состязательного процесса у нас и не было. Это неправда. Я могу сказать. Вот то, что я добился права вот этих коротких реплик, это полностью обнажило пустоту следствия. Ну все же, вы понимаете, ну какое доказательство инструкции пекаря или график организации работы охранников? Что называется процессуальный маразм крепчат. Остальное расскажут мои более молодые и более талантливые коллеги. Процессом не судья, а прокурор. Помните? Прокурор говорит, перерыв. Встала, ушла и все. Ну как это вообще? Перерыв? Создается судья, объявляет, насколько перерыв. После этого председательствующая просто молча встала и ушла, даже не объявив официальный перерыв. Мы сидим, не понимаем вообще, насколько перерыв в связи с чем, что это вообще за такое вседозволенное поведение государственного обвинителя. Мы указали на это председательствующему, но несмотря на это, государственная обвинитель продолжила делать перерывы без согласования с председательствующим и участников процесса. Поэтому мы считаем, что это отсутствие вообще какого-либо равноправия уже в этом процессе председательствующая не стеснялась в предупреждениях на Володскому, хотя оскорбления как раз-таки выступали в адрес адвокатов. Ксерстная обвинитель говорила о том, что мы пиаримся или какой-то наносим вред Саше, хотя она путает, что это с активной защитой своего доверителя, к чему она, наверное, просто не привыкла. Что мы не сидим, не киваем, соглашательскую позицию не забираем, а активно защищаем и комментируем каждое так называемое представленное доказательство. Вот еще человек в маске один. А собаки нету? А где собака? А сошь-то где? Да нету пока нет. А почему только один человек в маске? Маска вместо собаки. Такое количество как бы есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!